Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы с вами празднуем Вознесение Господне. Мы празднуем как праздник Вознесения Господне. Но это только праздник или всё-таки это что-то значит ещё большее? Читаем Евангелие от Иоанна. Едущий плоть мою и пьющую мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Внимание, как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Друзья, так же точно, как послал меня живой Отец, я живу Отцом. Мы на протяжении всего Нового Завета, где нам даны слова Христа через Евангелистов, находим, что Христос говорит, я Отец одно, я ничего не говорю от себя, но говорю то, что мне сказал Отец. То есть абсолютное единое учение, единое Отца и Сына. И вы будете так же, потому что если вы будете поглощать моё учение, то это и есть пить кровь мою и есть плоть мою. Это и есть традиция иудейского учения. То есть поглощать именно науку во Христа мы крестились и стали Его учениками. И Тот будет жить вечно. Почему? Потому что Он будет изучать мои заповеди и, конечно же, им следовать. Вот об этом-то и говорит Христос. И далее нам становится кое-что понятное о Вознесении. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. То есть Христос сошёл с небес. Не так, как отцы ваши ели манну, умерли. То есть не физический какой-то хлеб и что-то подобное, потому что всё равно умрёте. То есть едущий хлеб сей жить будет вовек. То есть тот хлеб, который даю я. Какой? Это моё учение. Сиок говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Почему это моё учение? Потому что Христос говорит, я есть хлеб, я есть истинный, я есть Слово, я есть жизнь, я есть дверь, я есть виноградная лоза, то есть через неё вы будете подпитываться к Отцу, виноградарю, а вы ветки. Многие из учеников Его слышат о говорили. Какие странные слова, кто может это слушать? Потому что воспринимали буквально, не зная учения. Много раз упрекал Христос, фарисеев, иудеев, вообще жителей Иудеи и Иерусалима, что они не знают учения. Ошибаетесь, говорил Он, не зная учения. Вы, говорит, читаете Писание, хотите им спастись? А оно говорит обо мне, но вы меня не признаёте, потому что вы не знаете Писание, не знаете Мого Слова, не знаете заповедей. Но Иисус, зная Сам Себе, что ученики воропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Внимание! Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Вот о чём говорит Христос, о своём приближающемся воскрешении и вознесении на небо. Дух животворит. Плоть не пользует немало, друзья. Плоть, забота о плоти, всё через плоть у нас, это не пользует. Дух животворит. Поэтому если вы Духом будете жить со мной, вы будете жить вечно. И вот это нам последняя фраза объясняет как раз этот смысл. Слова, слова, которые говорю я вам, суть, Дух и жизнь. Друзья, слова, Я и Слово, Логос. То есть то, что мы должны изучать через Слово, потому что Словом создан мир, Словом создан человек, Словом создано всё. Через Слово будете спасены, потому что оно проходит через рассудок, через мозг, доходит до Духа, через Слово мы общаемся. Мы общаемся обязательно и тактильно, но самое главное – вербально. То есть, а что мы скажем? А если человек ничего не видит, слеп и глух, неважно. Но Христос сказал, если бы вы были на самом деле слепы, то не было бы на вас греха, потому что донесётся истина Моя. Есть, кто донесёт до вас. Но так как вы слепы и глухи духовно, тогда вы грешны. Слово несёт смысл. Смысл доносится до любого человека. Есть те, кто могут его донести, как сказал. Помните Евнух, который крестился, потому что Филипп рассказал ему Писание. Теперь он говорит, у меня нет препятствий, есть кто меня объяснит, и я могу креститься в ученики Христа, потому что ученичество предполагает учение, изучение. Он говорит далее Христос, что среди вас есть кто-то не верует, кто-то не слышит меня, не понимает моего учения, потому что он не верует в единого Бога Вседержителя. И сказал, для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. То есть невозможно веровать во Христа, если ты не веруешь в единого Бога, Творца и Созидателя. А верующий в себя и свои идеи, как это делал Иуда, у него была определенная идея, определенный план. И он считал, что этот план более возвышен, более важен, и нужно его осуществить, нежели план, который от Отца исходит, от Творца и Бога Всевышнего. «12 я избрал, не 12 ли вас избрал, как говорит Христос учеников, которые понесут учение, учение о спасении и обоживании во все уголки мира, но один из вас дьявол, что такое дьявол? Лжец, потому что дьявол отец лжи, он лжец, ему позвонил, он гать, для того, чтобы соблазнять человека. Как помните, это было в Эдамском саду, когда была соблазнена Ева, которая, в общем-то, конечно, не должна была бы быть соблазнена, по идее, если бы она действительно веровала и смотрела только на Бога. И то, что слова, что Бог говорит неправду, она в это поверила, нам разъясняли только то, что в ней не было истинной веры. До этого момента она начала верить больше в себя, в свои глаза, в свои ощущения, в своего собственного мировоззрения. «Потому есть один из вас дьявол». Мы знаем, что это Иода Искариот. Так Диане написано о вознесении Христа на глазах у учеников. Он поднялся в глаза их, в облако, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг представлены два мужа в белых одежде. Два мужа, то есть это ангелы, они свидетели. Два свидетели, два – это всегда свидетели. Мужи галилейские, что вы стоите, смотрите на небо, они сказали. «Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Друзья, о чем же здесь идет речь? Что для нас это важно? Просто праздновать? Ну, какой смысл просто праздновать? Неужели мы считаем, что Мессия пришел на землю подвергся этой казни, распятию, воскрешению, вознесению, только для того, чтобы мы праздновали эти даты исторические на материальной земле? В этом же событии нам повествуют и Марк, как и Лука, и Иоанн, и Тони. Они ученики, они понесли учения Христа во все уголки мира. Так вот это учение, которое они понесли, каждую душу во все уголки мира. Как понять, что оно истинно, что оно подлинно? Ведь сколько было самозванцев? Именно это и есть знак понимания. Прежде всего, воскрешение говорит нам о том, что учение было истинным. И по пророчеству Христос воскрес на третий день. Значит, то, что Он принес учение, оно истинно от Бога. И вознесение Его на небо при многих свидетелях говорит еще раз о том, что все, что я оставляю вам, истина, ибо я вам показываю это чудо не просто так, а для того, чтобы вы уверовали, понесли все, что я вам скажу, укрепились духом истины, которого я вам пошлю на учителя, и ждали моего второго прихода. Что значит ждали? Просто сидели, ждали на лавке, что ли? Приготовили попкорн? Нет, конечно, готовили свою душу, потому что для каждого из нас наступит уже не так много времени, кстати, осталось. Наш конец, наш каждого из нас. И мы все, каждый, индивидуально предстанем перед Богом. Это будет наша первая смерть. А вторая смерть — это страшный суд. Будет она или будет вечная жизнь. Зависит от состояния нашего сердца, от состояния нашей души. Так вот, чтобы следить за этим, за состоянием нашего сердца, состояние нашей души, во Христе ли они, в едином ли они Боге, чтобы нам жить вечно с Господом. Для того нам и дано это учение. Потому оно и спасительно. Именно Евангелием мы спасаемся. Не в Евангелии написано, как спасаемся, а оно и есть наше спасение. Это благая весть. Так вот, воскрешение и вознесение Христа, оно просто свидетельствует нам о том, что и учение истина, и мы должны вдохнуть глубоко, вытереть под солба и погружаться в Слово Божие и нести его другим, каждый на своем уровне. Кто как может. Это и есть основной посыл. Он нам еще и показывает, Христос, что вот так в теле, как Он воскрес, показал нам возможность этого тела, которое будет и у нас, проходил через двери, через закрытые, все для Него было возможно. И в этом же теле Он взошел на небо. Это говорит о том, какие возможности скрыты для человека и какие для Него откроются. Если Он будет во Христе, тогда у Него смерти не будет. Тот, кто поглощает мое учение, мою вот эту заповедь, все мои заповеди, мои слова, потому что слово создало мир, еще раз это скажем, понимает, что все это создано Богом, ищет живого лица, следует заповедям. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, тот мне отец и сын и мать. Кто исполняет заповеди мои? Только об этом мы слышим, только об этом. Преломление взаимное. Хлеб и вина – это называется заключение завета. Всегда заключались все заветы. Сколько их было? Больше десяти на протяжении всего Писания. Каждый завет заключался вином и хлебом, потому что человек заветом, исполнение завета, клал свою жизнь на это. Если он не исполнял, он должен умереть. Плоть, хлеб, вино, кровь. Так вот, Христос говорит, я кладу свою плоть, свое тело и свою кровь, для того, чтобы завет был с вами и Богом заключен еще раз, обновлен, потому что он был много раз повергнут неисполнением заповедей Божьих. Так как за грехи полагается смерть, то вот я сейчас умираю за вас, за ваши грехи. Теперь нам понятен этот смысл. И этот завет возобновляю, потому что за неисполнение завета, который вы сотворили, неисполнение моих заветов со времен Адама, вы должны были умереть. Но я умираю за вас, за человечество. И даю вам возможность перезаключить. Договор – это и есть. Вот это вечер, делайте так. То есть помните, что я с вами перезаключаю завет. Садитесь вместе, заключайте завет друг другом со мной, поддержите после каждого грехопадения. Помните, что именно так вы находитесь в завете. Как? Когда исполняете заповеди мои. Помните об этом. Это и есть то, о чем говорил Христос на Тайне Вечере. Преломляя между друг другом хлеб и кровь, вино, пья месть, вы находитесь в моем завете. Помните об этом. Помните, иначе вы умрете и не только первой смертью, но и второй. Учите слово мое. Подтверждайте завет наш. Всегда об этом. Помните, что я за вас умер. Вы чисты. И не грешите преть, чтобы не умереть. Грехом человеческим. Вот в чем смысл вознесения Господня. Мы видим, что мы в таком же теле предстанем перед Господом Богом и будем на страшном суде оправданы. Не просто помилованы, а ее правда. Потому что кто ищет правду, тот ее находит. Слово о правде. То есть в правде будем жить. Правда это Бог. Я есть истина. Я есть правда. Я есть жизнь, говорит нам Сын Божий. Когда мы читаем последние строки апокалипсиса, что будут взяты с земли, один оставлен, другой взят, то, конечно, в последнее время те, кто будет живы на земле, именно так и произойдет. Уже они не предстанут перед первой смертью. Те, кто будут взяты Господу Богу. То же самое мы видим про жизнь Ильи и Еноха, когда Илья был взят на небо, прямо в теле. И Еноха, как пишет нам предание, тоже. Друзья, об этом говорит нам Вознесение Христово. Всем мира, всем радости, познания Слова Божьей. Слова Божьей. Слова Божьей. Слова Божьей. Слова Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok